Не жади Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торзок Говоря об истории нашего строительного трудового учреждения Стоит вернуться к 1930 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Придерживался каких-то воровских традиций. Обычно колют убийцы, их колют. Обычно они их колют. Это? Это человек человеку зверя называется. С одной стороны профиль женщины, с другой стороны профиль зверя. Это очень он делал. Больно не терпел. Больно сильно. Эти места очень больные. Каждый наколк, она что-то обозначает. И не каждый наколк, ты имеешь в себе право колыть. Один из них вот. Парусник означает то, что я вел особо разъездной образ жизни. То есть перекочевался место на место. Ну, а вот это у меня здесь пират и череп. То есть пират это разбой. Череп с ножом. 102 статья убийства. Тоже, допустим, у многих алистантов есть крест на теле. Если мы с Иисусом, то этот крест говорит о том, что это человеку в законе. Вообще, это кельтский крест. То есть, определенный мистический символ. Но здесь это, прежде всего, миша. Перекрести прицелы. В тот момент, когда она наносилась, говорила о том, что веду образ жизни, который рано или поздно приведет меня к печальным последствиям. Вот я вспоминаю, я начинал работать, скажем, 20 лет назад. Было какое-то такое массовое стремление обязательно сделать какие-то татуировки в местах лишения свободы. Вот. Значит, мы наказывали за это. Сейчас, сейчас, у нас, согласно нашего закона, татуировки в местах лишения свободы, они запрещены, вот именно их производители татуировки. Ну, так-то, по закону запрещено, но... ...мудряемся все равно делать. Как одного человека ставят на таз, чтобы за милицией смотрел, и делаем. Ну, как там, через знакомых или через кого-нибудь находишь, кто делал, и договориваешься, там, за определенную цену, то есть все. Все ищешь место, рисунок, или, например, на словах ему говоришь, потому что мне приблизительно тот, 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 он тебе накидывает, например, на леске бумаги, там, так пойдет, да, например, все устраивает. Там столько-то, столько-то, все находишь место, где сделать, делаешь все. У меня это все, когда с свободства заходишь даже, не в качестве гостя, а так, со сроком. Вот эта машинка, это, можно сказать, мы их не здесь, работаю, зарабатываю себе на существование. Данную колонию, здесь все знают, что я колю, хорошо. Ко мне сами идут, кому-то переделать рисунок, кому-то новый что-то сделать. Не разница, нет, чего она колотит, нет, плоти. Вот обычные бритвы, механические для бритвы. Делаешь приставочку, одеваешь клапачок, струну затачиваешь, и все, заливаешь сюда тушь, клапачок, заводишь ее, и она начинает работать. Особый, да, у Леонарда да Винчи, видать, был. Ну, его же никто не видел, правильно? Ну, что, ну, человек, как человек. Особый, если ничего не видел. Не подзвон гитары семиструнной, А подзвон ключей у сторожей, Стоя в окошко ночью луной, Я прощался с матерью своей. Я уже и мама не узнала, Своего родимого сынка. Молодым меня ты провожала, Не сказали, что зарыть землю, За печерой быстро и рекой. И старушка горько зарыдает, Обливаясь жгучею слезой. Не был, мама, я зарыд землей, Но с землей крепко связан был. По глубоким шахтовым забоям Благо, мама, горе. Так налей же, мама, больше водки. Водкою свою я груз залью, Позабуду лагерные муки. И от счастья ты снова вспоешь. Позабуду лагерные муки. И от счастья ты снова вспоешь. В принципе, не секрет, что между камерами существует дорога. В тюрьме, в принципе, между камерами Существует сообщение. Это огромные палки. И делается веревка. И можно написать записку в любую камеру. Можно, в принципе, написать эту маляву В любую камеру отправить. И сообщаться со знакомыми тебе людьми. По этой же дороге можно отправить, если где-то плохо, с чаем, с сигаретами. То есть отправлять даже вот такие маленькие бандероли. Но еще существует... Если сокамерники знают, что он, скорее всего, выйдет на волю, то берется клочок бумаги, на нем пишется что-то, заворачивается все это... в полиэтилен. Вот. И эта торпеда, грубо говоря, ее засовывают в задний проход. Там в день могли кормить три раза только манной кашей. Жидкой манной кашей. Без соли, без сахара, без ничего. Манная каша. Все. Это вся была еда. Ну вот, утро — это завтрак. Вот эта вот каша непонятная. Все, я так понимаю, из каких-то второсортных продуктов. Хлеб там второго помола у всех там с животами было как бы нехорошо от этого хлеба. Обед — это вот какой-то суп. И все пресное. И абсолютно там видно даже, что просто какая-то вода и какие-то овощи плавают. Какие-то овощи плавают. КОВОЕСАЛИЯ НОСКОЙНОК и какие-то зато, и что я делаю с ними. Какой-то вот эту какого-то и тебя были сходными. И я до конца. Которое впечатляет это так, как-то шовет. И до конца, а я отварляю ее. И вот такой же, забью. И вот эти вот как мыстрелы, и вот... а смартфон, и вот так как я думаю, и вот так вот эти вот... и вот так, мы тут разогреваемый Продолжение следует... 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 Слушай, я дурак совсем, потому что я себя уважаю, меня уважают людям, я авторитет, как это так? Он даже не имеет права мне в глаза посмотреть, подойти и посмотреть в глаза, потому что ему саму башку лучше будет. Как нужно лучше подходить к людям, разговаривать с ним. Нужно всех понимать, чтобы, и так скажешь, можно получить в лицо. Некоторые с малолетки приезжают, допущены. Некоторые ребята, у них ни курить, ни чаю нет, они сами начинают. Много вариантов. Есть вариант, человеку задолжал, проигрался в что-нибудь, в нарды, в карты. И отдать не может. Вот, где ему дело послали, и ему приходится. Почему? У меня сегодня свет. Устал. Устал сидеть, это во-первых. Проводить много времени в сортном изоляторе. Это очень трудно решать. Для меня непосредственно. Ну есть, конечно, среди должностных лиц плохие люди. То есть по зэковскому козлы или как. Козлы. Осужденные, но которых поставила администрация исполнять какие-то функции, какие-то обязанности. Было время, когда я там находился, что даже ключи находились у этого контингента. Они спокойно могли зайти в камеру. Написать на тебя докладную и так далее и тому подобное. Ну в таком плане, короче, которые не приветствуются в нашей лагерной жизни. Ну в счет своего благополучия могут подставить близкого какого-то, еще что-то. Все. А в нашей жизни это нехорошая карта. Я приехал в колонию на малолетку в январе. А на администрацию стал работать где-то в середине апреля. Как говорят на зоне, козел работал на администрацию. Он просто один раз сходил, помог администрации. После этого постоянно стал ходить, помогать. Когда я сидел на малолетке, я хотел следить по поводу. Безусловно, досрочно. Мне не удовольствие. Когда я сидел в ШИЗО, в штрафном изоляторе, мне соседние камеры включали. Когда я уйду в ШИЗО, мне разбьют голову, порежут. Мы выражали физической расправой. Я решил, что лучше мне не выходить в колонию, потому что жить все равно хочется. Я решил написать отказ от зоны. В секретном помещении в ШИЗО просидел 8 месяцев. ШИЗО сидишь там в камерах, наром, тебе больше ничего. На улице выводят раз в день на час. Черепанов Николай Николаевич, 1979 года в рождении. Сейчас 2 года, нет ничего. Все схватили. Все схватили. Я был в дугах. Сокрывался от милиции. Мой лучше, чем свободно, ничего нет. Потому что у меня нет вокруг заборов. Если я захочу, я могу пойти, куда захочу. Два квартала. Там остановка будет автобус. Автобус однёртый. Садишься, едешь на вокзал. Но сейчас мне не надо идти, куда захочу. Я сейчас хочу пойти на автовокзал. Сесть на автобус. Или на электричку. И уехать домой. А там уже будет делать, что захочу. Долго. Я приезжаю, меня сразу... Хартрид с нас пришёл. И так меня раз, сразу выдёргивает. Пашет. Ну, избили, короче, нас сажают в воронок. Ну, один там, ну, деревенский. Он раз за решётку. А там в воронке, как два отсека. Ну, это дверь решётчатая, мелкая клеточка такая. Ну, он взялся так рукой. Ну, вот тут три мусора сидят. Один с собакой. Ну, это ничего не говоря. Берёт приклады, ему по руке бьёт. Ну, я сидел рядом. Вижу, но он молчит. Ну, я просто ему говорю. Я говорю, что, держаться уже нельзя, что ли? Он говорит, держитесь так. Я говорю, ну, что, за воздух, что ли, держать? Ну, и слово за слово мы цепляемся. Ну, я его посылаю нахуй, короче. Ну, и всё. Тут он мне говорит, короче, будешь выходить последний. Я говорю, да мне какая разница, первый или последний. И уже все, когда вышли, уже Столыпин подошёл, всё. И я выхожу, а он один мусор здесь стоит. Он меня ногой бьёт вот так вот. Я с воронка, просто я удержался на ногах. Ну, вот по этой туннели, там, пока бежишь, тебя там травят собаками, штыками колют. Там-то не видно, как они собаками травят. Они же здесь не будут собаками травить при людях, правильно? В туннели, когда заходишь, там вольных никого нет. Одни мусора, собаки, всё, там больше никого нет. Был в такой известной тюрьме, Соликамск, под названием «Дело Лемич». В которой я ничего хорошего сказать не могу. Которое у меня, конечно, на всю жизнь оставило очень большое впечатление. В этой тюрьме я своими глазами видел несколько раз и смерть людей. Один осуженный, он попал на «Белый лебедь». И вот в течение двух недель он не выдержал и бросился в пилораму. Это было на моих глазах. Пилорама работала, идёт в неё баланс, и он вместе с этим баланом бросился в этот пилорам. Вы сами представляете, что одним осталось. Ну, что касается «Белого лебеля», там это было организовано ещё при коммунистике. То есть посмотреть, как вот по принципу, когда сказал вот Зажимский, что зэк сам искренний зэк, и, наверное, по этому принципу была построена эта тюрьма. Это учреждение «Белого лебеди», оно имело очень много искренних значений. Во-первых, сломать авторитетов, как они говорят, преступлений. Второе – это раскрыть нераскрытые преступления. Туда отправляют тех, кто с точки зрения администрации является отрицательным элементом. Там у меня кошек, ничего нет, батареи нарисованы с коричневой украской. Для начала холодно, но почему-то полдеревянный, никак. Кожу, ну-ка, дневальный принеси, кожу, градусник, а там пластинка нарисована. 5, 10, 15, 20, кожу, 20 градусов, видишь, показывает. Она нарисована украской. В августе прошлого года на питание выделялось 67 копеек в день. Одного закручиваем. Это стоимость 300 грамм хлева. Даже пристали не делал бурст. Все подполковники заходят. Зашли придраться. Немечу придираются. Вот. И начинают урвать и ненять. Первые сведения у нас были страшные о плитках. В 89-м году получили. Любого человека. Вор в законе он. Не вор в законе. Кто он такой? Если из него делают... Амебу. Пытки совершенно жуткие. Но самая страшная пытка – это пресс-камера. То есть страшнее ничего нет. И люди, которые проходят многие пытки, когда их сажают в пресс-камеру, то они ломаются. То есть это когда ты сидишь среди специально подорванных заключенных, которые выполняют распоряжение оперативной части. Они с тобой могут сделать все, что угодно. И выдержать это невозможно. Ты, например, не спишь. Я сидел в пресс-камере, друзья. Я знаю. Не спишь. Ну, ты боишься спать, потому что тебя... Ну, так сказать, боишься просто этих... Я их называл крокодилами там в яме. Ну, там обычно отрицательные элементы ломают. Ну, там бьют беспредел. Ну, устроил беспредел. Брескаты есть, понимаете? Брескаты. Ну, бросают там, например, в ходе. Там сидит человек 26. Шерсть такая. Ну, здоровые такие. Качки бросают. Что-то там могут тебя сломать, могут там обесчесть. Понимаете? Приезжаю, забираю. Говорит, вот, по сравнению, твой арест. Ну, типа камера пыток, или что, как ее называют. Ну, она герметичная. Сама по себе герметичная камера закрывается. Вот с пола открывается там 3 или 4 люка. И вот оттуда вода прет. Мне вот до определенного уровня наливают они. Они могут ее полностью залить водой. Могут там определенный уровень. Смотря по твоему росту. Вот заливают ее вот так вот. Или по горло заливают. Чтоб ты не смог уснуть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Представляем возможность покупления дополнительного воздуха Открываем форточки в камерах Но условия отсутствия там надлежащего свежего воздуха, вентиляции и так далее Конечно влияют на ухудшение здоровья Сейчас меня видел начальник соединчасти, на меня готовятся документы По болезням не освободить, потому что все болезни у меня нажиты в зонах Нервы, желудка, пузыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бактериологическое оружие в наших лагерях Безопасность здоровья у нас не гарантирована, у нас этого нет И поэтому, когда осужденный наносит татуировку, были случаи, когда очень заражение было, когда очень тяжелое положение со здоровьем Выспользованный процесс после наколки, он по-любому будет Я его никак не предотвращу Считай, грязь в организм попадает, она же должна там прижиться От меня здесь ничего не зависит Я, естественно, страхуюсь, чтобы лишняя грязь не попала Стараюсь сделать все аккуратно, чисто Я докал уже сженкой Сженка принцип такой Это значит, берется, плавится кабук, как обычный скирзок сапога Плавится до такой степени, что он превращается в порошок, растирается через марочку Все это протирается И получается такая пыльца Пыльца это разводится мощой Желательно того человека, которому колет И получается своего рода тушь И колет Я жженкой только и колю Жженка, она чернее получается Не расплывается с годами Все ярко получается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раньше вот в церкви кололи Каждый купол обозначал, сколько у тебя судимости Ну, допустим, два купола, две судимости Три купола, три судимости Ну, так вот Купола там, что обозначали Какая судимость Сколько я сидел Ну, вот все остальное Я делал тоже Девять Ну, не хватает еще немного Не хватает? Ну, да Нет, что-то при коммунистах лучше было сидеть Разумно срока хоть давали Вот сейчас Сейчас вот у одного там Труп У него столько же судимости Сколько у меня там Четыре судимости Четыре судимости У него труп Ну, сколько? Ну, семь Шесть Восемь Лет строгого У меня же нет ничего там такого Мне дали девять особ За что? Я что, лучше там наберусь? Ну, конечно, там особо режим Три курицы украл Четвертый задохнул Витька Склявлина Вот, пять с половиной Все Три опорщиков Вот этих выставил Пять лет Все А если человека убил Четыре Вот он сейчас Семьдесят Ему Четыре У Васильевича У Гриши пять У Володьки шесть И все поубивали За это меньше Чем? Да Сейчас все перемешалось Сейчас непонятно Кто, где, как Все деньги Деньги есть И он живет Это для меня Тяжело Раньше были уважаемые люди Ну, просто уважаемый человек Уважаемые люди Я живу по-старому Это новое Это уже Ситуация Сильно изменилась И в обществе Непосредственно Внутри Зона все-таки Это ведь Такая Модель Государства Только Все отношения Между субъектами Этого государства Не обустрену Немножко напоминает Театр Абсорда И душа моя Надежда И полна Номинации Оригинальный жанр Дипломом лауреата И ценным подарком Наградец Младший лейтенант Внутренней службы Корнеева Вячеслава Евгеньевича Оперуполномочия Оперативного отдела ИК-9 Танцевальная группа ИК-15 Сейчас видите Это невозможно Быть воровом в законе Да Ну в принципе Знаете У нас Сейчас В настоящее время Вот сейчас У нас нет настоящих Воров в законе Нет Это просто Можно сказать Все покупные Все это делается За деньги Покупаются Корону Воров в законе 18-20 летними Мальчиками Имеющими Достаточное Количество денег Весь Астаритет Он строится Прежде всего На том Количестве Денег Или их Материальных Эквивалентов Да и Контингент Часный Тот Который был Конец С 70-х Начало 90-х Сейчас Одни наркоманы Новые русские Деньги Разум не тот Зека пошел Я их не понимаю Они меня Ну понимаете Обычно Со свободой Нужно что идет В лагеря Очень много Со свободой Сейчас на свободе Видите что творится Там коммерсанты Правильно Новые русские Правильно пошли Вот это все идет Со свободой Суда Правильно В деревне Я не понимаю Сейчас Вот это Тех лиц Которые находятся Здесь В основной массе По моим Лагерным меркам Неприемлемы Такие поступки Такой образ жизни Ну они Легкомысленные Безответственные Понимаете В лагере Привыкают Так как Человек Слово дал Он обязан Выполнить Как говорится И довести до конца А у них Это бедолаберно Он может Слово дать Слово влять Поэтому Сейчас больше идет Наркоманы Ну какие они Наркоманы В принципе Они идут за Продажу наркотиков Воровки И продажу Наркотиков Воровки 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 Вот такие были Статьи А сейчас В основном Спросишь За что Ну там Букет Перечислить Тебе Кража Продажа Наркотиков Постречалась Своим С другом Детство Можно так сказать У него Большие проблемы Он болен Был туберкулезом Нужны были Деньги На лечение Он прям Срочно Он кололся Наркоман Ну вот обратился Ко мне С такой Проблемой В общем Прям срочно Нужны деньги На лечение Ну я не нашла Другого способа Некоторых Там Своих Сограждан Освободить От бремени Земного Имущества Так сказать Через полмесяца Нас задержали Сначала Первоначально Дали семь с половиной Строгого режима На этой руке Это джин наркомания С кувшиной Первый раз У меня Из-за чего я в этом Утре Кстати Нахожусь Травмой позвоночника Спортом занималась Серьезно Мастер спорта Я по горной муже Была вероятность Такого Что я вообще Не встану Наркотики Успела Попробовать Команда Спортивная Уехала На соревнования У меня что-то Так скучно И грустно было Но тогда Я первый раз Приехала Там компания Друзей Поддержать меня Чтобы я Расслабилась Привезли Наркотики Тоже наркомания У меня многое В моем мировоззрении Изменилось Вообще В планах В взглядах На жизнь Коренным образом Все изменилось По идее Если разобраться Здесь черное Это черное Белое Это белое Видишь Отчетливо Более отчетливо Здесь все Обыстрено Чувство Все Здесь Чего-то Светлого Хочется Доброго Каждый Надеется На что Надежд Любовь Вообще Прекрасное Чувство Независимо Уже Где это Проявляется Симпатии Какие-то Возникают Между людьми Со стороны Администрации Естественно Пресекается Такое Знаете Например У кого-то Подруга В другом Отряде Не выйти Локальная Система Масса Трудности Но все Находят В их Людей Ну знаете Тут Как сказать Семья Здесь есть Когда хлебничают Делят Единственный Кусок хлеба С друг Другом А есть Семья Ну Как вам Объяснить Которые Живут Половой Жизни Когда у человека На душе Плохо Он должен С ним Поделиться Я лично Женщина Я Мод Противник Что ты Вот Живешь Женщиной Да Она лежит На кровати Влюбляется Целуется Это Мне очень Приятно Смотреть Понимаете Я женщина Должна быть Женщиной Это непрестижно Женщине Быть Женщиной Да У меня Много Того Начала Я делать Вперед С момента Задержания Все Примитивно Делалось Там Иголочкой Туши Не то Что там Машинки У мужчин Там Замок Змея Символ Властью Четыре Колючки Четыре года Срок Первоначальный Надо было Как-то Психологически Настроиться Может быть Это меня Побудило Я не знаю Что вот Я уже Стала Настраиваться Поеду В зону Вся молодость В тюрьме У меня Наколка Я Мол Выше Тебя Ну В этом Вроде Вот так Как авторитет Да Как авторитет В зоне Звезды На коленях Это Обозначение Было Такого Что Перед администрацией Не стану На коленях Вот Начало Моей карьеры И все Раньше Отвечали За наколки Если ты Не знаешь Как ответить За эту Наколку Там Допустим Могли Руку Сломать Или так И сбить Просто То есть Простой Обыватель Наколит Такие звезды И будет Очень плохо Они могут Просто Побить Для нас Трогой Куда он Попадет Где еще Остались Старые Арестанты А в старые Времена Могли Срезать Опять же И побили Бо его Тоже Хорошо И просто Напосле Срезали Ноживую Взяли Бо Нож И срезали Его просто Привязали Бо Койки Срезали Наколки Вместе С кожей Это Времена Те отошли Это Старинский Временал Раньше Снова За это Спрашивали А сейчас Что хочешь Ну сейчас Да еще Хочешь Понимаешь Молодежь Той Коль Раньше Татуировки Все это Они Соответствовали Твоему Образу Жизни Но А в данное Время У молодежи Я не знаю Чего У них Практически Смотришь На их Татуировки И поражаешься Они Не соответствуют Ни его Образу Ни мышлению Его жизни Ничего А сейчас Все Они колят Все Что им Нравится Что не Нравится Раньше Для этого Спрашивала Это Вот сейчас Новое Поколение Идет Они Ну так Одна Может Наколка Вот тоже Связана Или Паук С наркотиками Или Игла У них Наколка Редко С наколками Видишь Это У нас В основном Наколки Были Сейчас Нет Такого Даже Ни разу Не видел Что кто-то Кололся Или просил Чтобы накололи Нет Такого Тоже Новая Молодежь Новые Наколки Там Валютные Они Да Всякие Уже С наколками Вот сейчас Спрашивала Бабочка У одной Наколота Говорю Ну так А что Такая Бабочка Обозначает Она Уже Мне Объясняет Что Если Бабочка Значит Она Идет Посередине Место Туловища Идет Шприц Это Значит Наркоман Я потом Вот В этой Системе С 60 Начало 60-х годов Работаю Да Где-то Была Такая Вот К татуировке Ну Какой-то Ореол Такой Знаете Даже В армии Но Вот Мне кажется Что Последние Годы Вот Десятилетия Это Идет На спад Это Становится Немодным Можно Массу Примеров Привести Когда Осужденный Освободившийся Из мест Лишения Свободы Пытаются Избавиться От этих Татуировок Тем самым Они Приносят Как говорится Жертву Так сказать Внешний Внешний Вид В результате Чего Происходит Изменение Состояния Кожи Вот Но Они стараются Избавиться От этих Татуировок И Ну Здесь Вот Я выводил Сигареты Выжигал У меня Были Татуировки Остались Как это Стрелая От татуировки Посводила Ну Здесь Была Одна Накова Здесь Была Накова Сед С прожженой Ножом Колется Накова У людей Которые Всегда готовы Пойти на убийство Колол Я по малолетке Будучи Не знаю Сначала Потом Когда узнал Я решил Я по большому Я по большому Яму Убийц Становится Не собираюсь Давно Таких Лопотных Был Засыпается Местная Морганцовка Завязывается Тем же Бинтом И мочится Проходит Реакция И Просто Накова Сжигается И все Ну Как С наколками Подумаешь Так Опять же Замуж Выходить Надо Как кольцо Одевать И то Уже Кололись Так На этой Руке Не колешь Потому что Знаешь На это Кольцо Одевать Уже Старались Как-то Не колоть Мне даже В автобусе Вот я еду Не стыдно Держаться За ручкой В автобусе Держусь Заперед Мне даже Стыдно Понимаете Вот это Уже Голик Подходит Я не знаю Прям Не стыдно Наколки Не хочу Больше Я Эти Постараюсь Хотя бы Самый С виду Вывести Потому что Вот на свободе В этот раз Как-то Это Или просто Я взрослее Наверное Встала Наверное Вот это Может всего Скорее И мне Стыдно Иногда Я прячу Руки Убираю Волосы Чтобы не видать Так было На колку Раньше Я воспринимал Нормально Что это Как-то Рисун От памяти Там От зоны Там Где еще А сейчас Я считаю Глупость Не обдуманным Сегодня решением По молодости Наколки Я больше не сделала И говорят Приметы есть Нельзя Колоть Человека Иначе Ты его Потеряешь Ну У меня Такое Получалось Два раза Что я Наколола И потеряла Человека Время Ушло Уже Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Иногда Конечно Зряю Потому что У меня Нет Ни детей Ни семьи Никого Я вообще Один Конечно Жрюю Немного Жрю Больно Продолжение следует Нет Я нисколько Не жалею И не раскаиваюсь Ни в чем С одной стороны Я не жалею Что я провел В тюрьме Правда Такой срок Не надо было Мне бы хватило И первых Десяти с лишним лет Не превратился Ни в козла Ни в животного Ни в кого-то Сам для себя Остался человек Это для меня Самое главное И супруга моя Гордится И дочь Гордится Пускай я даже В перемену Все равно На здоровье На здоровье На здоровье Зоны Много Намного Глаза открывает Зоны Во-первых Взгляды меняются На жизнь На людей Сейчас ты научился Людей ценить Понимать Выйдешь Как ты живешь Раньше Ты уже так Жить не будешь Качественные перемены Не происходит Дело в том Что то что находится У нас Потенциально Психологически Оно Проходит По делему Закалку Я никогда Я никогда бы Не подумал Находясь на воле Что когда-нибудь Переживу Настолько Редкое По силе Унижение Чувство Гадливости Здесь полчаса Здесь волча Ставим Как говорится Либо тебе Либо ты Другого Здесь недавно Кто-то работает Головой Кто-то работает Кулаками Зубами Другому Здесь не выкоробкаться Но если ты не смог Выкоробкаться Значит тебя Постепенно Постепенно Загоняют На самый низ Человек Как бы Ну Пустеет Понимаете У него Ничего не остается Человеческого Он как Он Ну Он сам себе Даже не предназначен Он не знает Ради какой цели Он живет Понимаете Это называется Конченые люди Я могу обмануть Хоть кого Только не сам себя То есть Саму себе В душу Загоню Главное Быть человеком Оставаться 7 июля Я ухожу Этого года 20 с чем-то дней Осталось Понимаете У меня такое еще Состояние Как будто Я еще не освобождаюсь Понимаете Я не знаю Потому что я села При коммунистах Сейчас ухожу При демократах Были деньги одни Сейчас уже другие Поэтому как-то Даже не представляю Через четыре месяца Ровно ухожу 14 сентября Освобождаюсь Меня ждут Дома Уже заказала Младшая Купи барби Мне обязательно Потому что Говорит Это уже моя Старенькая Барби Говорит Новая А у нас там Нету них Мы живем Лесной поселок Вот этот срок Досижу И получится День с половиной лет Время уходит С возрастом Все меняется Все понимания Жизни В душе Это все равно Какой-то есть Смысл Тайный Не всегда Об этом слово Говоришь Вся жизнь Кувырком Вот это Неисправимое Вот это Дорога через малолетку Надпись Босс Был осужден Советским судом Расшифровывается Витька Теннис Это Нежность И слезы Я раб Судьбы Но не лакей Закона Господи Прости мне Слезы матери Пусть будет Сном Что пережит МНС А это Спаси и захрани Как сопутствующее Чтобы в моей жизни Она предохраняет МНС Это решетка И факты И жизнь Научит меня Заскрустить Слава Жизнь Научит меня Спасибо за субтитры 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 Спасибо за субтитры